Вот вы говорили, что механо-активация На какой мельце проводилась механо-активация? Ну, маленькая АПФ, по-моему АГО-2? Стандартные ваши АГО-2, да АГО-2, да? АГО-2, маленькая Время разгона достаточно 3 минуты Вы говорите о 10 минутах Да нет, мы с этим разберемся Нет, вот вы в примере приводили, что у вас 10 минут А там всего По паспорту Который придается в АТМИ Там достаточно 3 минуты Нет В деле не во времени разгона А во времени обработки Ну да, там часть времени будет на разгон Но у нас одна и та же будет Все понятно Так, еще вопросы, пожалуйста Вы нам показывали цифру 21 мкФ с км квадратным Вот, которая Публикуется сейчас во многих Во многих При всем уважении к этим журналам Я могу сказать, что эта цифра очень сильно завышена Так что Двойноспорная картина На графенах Полученная 100 и немного выше 100 Это, как правило Уже предел Тот, на который можно рассчитывать Дальше Какова ваша оценка? Все-таки Идея повышения Удельной поверхности Более эффективна Или все-таки Модификация Так сказать При помощи оксидов Или Других Полимерных Ключей Ну, еще раз Хочу сказать, что 21 мкФ на сантиметр Квадратный Это очень сильно завышенная Величина И более того Если Она была бы реалистична То Напряжение Предельное Мы не смогли бы Уйти за 1 вольт Потому что Ионы К сожалению Намного больше, чем Электроны И Полное закрытие поверхности Графен, если мы посчитаем Даже при самых скромных оценках Произойдет на 1 вольте Дальше мы не сможем Заценить конденсатор Ну, я согласен Есть некоторое предельное значение Которое мы Точно не можем сдать 21 оно Или там меньше То есть Но 10 фарад Это все-таки Заниженное Поэтому Реально все равно Мы можем все-таки На счет 500 фарад на грамм Может быть Китайцы-то подзагнули Понятно Но Они оценили это экспериментально Поэтому Я тоже не могу Как говорится Голословно говорить Не проверив Не переизмерив И так далее Что этого не может быть Более эффективно А более эффективно Оба подходят Надо и отдельную поверхность увеличить И наночастички Это самое Активное Друзья Вы Никак не упомянули О возможностях Связанных С Нано-пористом Кремния Не могли бы Вы Об этом Рассказать Ну Это очень большая Отдельная область Поэтому Тут есть еще Нано-трубки Нано-кремнии То есть есть много Нано-кремнии Как по вашему Перспективен или нет? Нано-кремнии Перспективен То есть У монокремния Есть проблема Проблема в том, что если Во-первых Удельную поверхность Трудно создать Во-вторых Он все-таки диалект Относительно углерода Так скажем Его надо допировать И так далее То есть Во-вторых Удельную поверхность Большую Трудно создать Ну Две тысячи метров Нано-кремнии Я не слышал Что Фактически Монослойный Монокремний Должен быть Ну может быть Есть такие Задумки Но Работ таких нет Придорятся сейчас Вот Виде Вот Поэтому Кремний Еще пока Гораздо Ну Более сложный Капризный Объект Там масса В два раза Вот Удельная емкость Которую Вы в докладе Нам представляли Это удельная емкость Рассчитанная только На углеродную часть Вашего аккумулятора Ведь реально Наверное надо рассчитывать С учетом электролита Согласен Нет Естественно То есть Это Ну это все равно Базовая лимитирующая часть Без которой не обойтись Все остальное Можно еще минимизировать Как-то Вы упомянули Три способа повышения емкости Меня вызвал вопрос Второй способ Азотирования графена Там доступ написано Про нитиактивные центры Ну вот Мне очень понятно Они могли бы пояснить На пальцах Хридический механизм Почему емкость должна возрастать При поведении азота Да Дело в том Что разговор идет О аморфном углероде То есть Не о графене Про графен Пока таки в данный ход Аморфный углерод Вот если аморфный углерод У него Удельная емкость Довольно низка Вот сейчас как раз Обсуждали Что у графена 21 А у этого 10 Ну понятно Даже не 10 А В общем Меньше А почему это происходит Потому что поверхность аморфного углерода Содержит мало Центров На которых может адсорбироваться Йон Электролит И вообще полярная фаза То есть На нее Гидрофильная Гидрофобная Поверхность Которую трудно По-видимому Трудно смочить Но Это сводится к тому Что число активных центров На которых может произойти Образование двойного слоя Оно мало Когда мы вводим туда азот Азот более полярная Молекула Более полярный атом Более полярные центры Образование За счет этого увеличивается Количество активных центров Вот и все Вопрос такой более общий В чем преимущество Если они фундаментальные Существуют Грофенов По сравнению с углеродными трубками В контексте этих приложений Для суперконтантов В принципе Углеродная трубка Это тоже Грофен свернутый Поэтому В принципе Я думаю Что Не должно быть никаких отличий Единственное отличие Что Удельная поверхность Углеродных нанотрубок Довольно мала Почему Потому что для того Чтобы ее увеличить Мы должны перейти к одностенным Углеродным нанотрубкам И сделать их Ну их концентрацию Довольно большой То есть это В принципе Может быть Можно создать какую-то систему Плотно упакованных Одностенных Нанотрубок Тогда Грофенами проще Работать Мы никогда не имеем Мы не можем Реально Вот листик такой Поместить И создать их Много-много-много И создать из них Материал Мы всегда его положим На что-то Правда? Свернем Или что-то сделаем Два-три слоя Резко уменьшается поверхность Поэтому Достичь этой поверхности 2690 метров на грамм По моим соображениям Практически невозможно Вот Поэтому эта цифра Просто вот она Всюду Во всех работах фигурирует Но она Немножко так сказать Дезориентирует Дело в том что Уже Сложилось Представление Но все-таки Когда речь идет о терминологии То всегда это Процесс договорной Правда? Так вот Договорились Что До десяти слоев Да Это еще графен То есть Здесь еще сохраняются Какие-то Свойства Однослойного Графена После десяти слоев Это Как правило Нано Дисперсный Графит Да Потому что У таких материалов Большая часть Сходна со свойствами Графита Это первое Второе ТРГ Терморасширенный графит С которым вы Работали Его Графен Ну Обычно не относят Потому что Все-таки Это такая структура Более сложная Чем структура Графита И Отдельные слои Однослойные Там Вообще Себя никак Никаким образом Не проявляют Поверхность То у него не очень высокая Вы это Тоже уже определяли Поэтому Наверное лучше Здесь термин Графен Не использовать С тем Чтобы не дезориентировать Вы говорили Что В графеновых материалах Практически Нет Вклада Дополнительных Редокс-процессов А потом Вы показываете Картинку Где вы получили Материал Ну и из статей тоже Где на циклических Вольтамперограммах Куча всяких пиков Которые говорят О вкладе Редокс-процессов Мне кажется Это не совсем верно Все-таки У окисленных материалов Вклад Редокс-процессов Очень большой в емкость И по поводу Азота На самом Ну просто хочу добавить Что там Атомы вокруг Азота Углеродные Имеют действительно Повышенную активность И гораздо легче Взаимодействовать с протонами Из-за изменения Электронной плотности В структуре За счет этого И за счет Редокс-процессов Которые там же происходит На азоте увеличивается Емкость Спасибо Спасибо Согласен Что Псердоемкость Вклад Давайте Поблагодарим Извините Перебиваю Спасибо 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 Спасибо